Всем привет! Эге-гей! С вами Тимон и Алиша. У нас начинается РДС изнутри. Шестой этап. Можете себе представить? Сейчас будет очень круто и интересно. Вы даже не представляете какой чумовой этап. Прям все. Пиу-пиу-пиу. Погнали! В штабе у нас, смотрите, как обычно стоят кубочки, всякие пылесосы. Блин, почему у меня нет такого пылесоса? Надо как-то керхеры, мойки и проще. Короче, это все призы и конечно наши кубочки. Здесь самое главное, что в штабе это тепло. Это самое важное. И вот здесь, кстати, смотрите, видно тренировочный процесс. Все очень здорово. То есть можно из штаба контролировать стартовую историю. Привет! Здарова, Сань! Как оно? Да, все слухи. Все идет, все работает, снимает. А когда будут какие-то результаты ваших работ? Где-то в апреле. А, да ладно? То есть у меня не будет все мы. Я буду жить в студии. Ты можешь себе представить, что там, наверное, какие-то терабайты материала? Ну, каждый уикенд привозят, да, где-то по 4 терабайта. 4 терабайта. В общем, короче, то, что вы видите, ребята, вот эти куча людей в таких вот фиолетовых жилетках, которые с мохнатками бегают, это вот как раз, ребята, продакшн делают. Просто будет какой-то пипец вообще. Я чувствую, это будет прям топ. А я пока двигаюсь, смотрите куда. Двигаюсь в команду. Начнем, мы сбиваем моторспорт. Потому что здесь происходит какое-то ПВГ. Что же здесь происходит? Что случилось? Ломался? Зарвался. Зарвался, блин. Короче, Андрюха, если ты меня слышишь, давай, завязывай уже. Поставь в жизни, ты не мучайся. Ну, хватит уже. Все уже просят. Ну и, конечно же, машина Сережа, Сака, с ней все хорошо. Вот, что значит. Аккуратненько, красивенько, без геморроя. И все работает сейчас. Это уже даже не смешно. Вот. И уже все шутки про Евгения Ружейникова и про его пятнашку, они уже как бы, ну, уже даже, говорю, не вызывают, не вызывают никаких этих эмоций. Ну, что ему нарисовать? Ну, конечно же, вы знаете, что нужно рисовать. Вот так. И Женя, запомни, если ты ставишь такую пыльную машину в сервис-парке, будь готов, что у тебя где-нибудь на машине... Удали это! Удали! Появится что-нибудь. Это удалять нельзя, это жизнь. Есть пару нюансов по проводке, поэтому, чтобы не рисковать, скажем так, с собранным мотором, Женя поедет на БМВ. А, Женя поедет на БМВ. Ездит, тренируется, все нормально. А, я-то не знал. Это как запасная машина используется, но основная машина сейчас на этап это БМВ. Я видел его, я думал, он на этой машине так и собирается. Она явно никуда не хочет ехать. Ей хорошо стоять, но хотя бы помыть ее надо. Вот вам, кстати, к слову, пожалуйста, пример. Вот не ездит человек никуда, не спешит, стоит красивый, чистый весь. Единственное, что он сегодня протерял вот такую карбоновую штуру, а вот ее и нету. Так ее и не нашли. Вот здесь должен быть такая писюленка, она где-то пропала. Но зато машина чистая, вот даже если я захочу на ней что-нибудь нарисовать, у меня не получится. Что у нас Степан Азаров? Степан Азаров у нас пыльный самурай получает кричку. Или самурай в пыли. Что случилось? Знаешь, в Пекине Аташе в посольстве рассказывал, бывший летчик. Наш, российский. Наш, да. Его из полиции когда забирали, потому что он пьяный сбил ограждение, левую и правую часть дороги. Цена разделительная. Да. Как так получилось? Он говорит, понимаешь, он бухой ехал за рулем. Это плохо. Говорит, я смотрю взлетная полоса, я говорю, штурвал на себя тянул, а она не взлетает. Я примерно так же в постановке, а она не взлетела и ехала прямо. Поэтому у тебя тут все это самое. Слушай, а многие туда сегодня почему-то ездят? А знаешь, почему? Я вот тоже не знал, думаю, а что туда ездить? А я тебе скажу, асфальт халюднее просто, понимаешь, скользкий стал. В этом вся шутка. Вот у меня тоже сейчас в Логи смотрим, мне показалось, что тачка застрела. Потому что я встал, а она не поехала боком, она ее выпрямила. В Логи поставили все хорошо, просто у тебя подсечка ушла. Подсечка ушла, потому что, несмотря на твои, там что у тебя, Сайлуны или что? Нет, Валина. А, Валина. Несмотря на твое, прости господи, Валина, даже Валина на таком асфальте, короче, ну, скользко. Сезон подходит к своему практически логическому завершению. Остался еще этот этап и финал в Сочи. Ну а сейчас у нас перерыв между тренировками. Это пятница и посмотрим, чем же занимаются пилоты в перерыве и вообще что происходит в перерыве. Вот, например, Федор Дежиц. Я все еще хожу и занимаюсь организационными моментами. Федя, расскажи, что у тебя там с Вайсвабом случилось? Мы его поставили. Ночью сегодня ставили. Короче, история в чем. Привода, это такие палки, которые соединяют редуктор и ступицу. Пришли не те, длинные. И нам ночью Кристопс привез короткие. Потому что Кристопса не пускали, я об этом уже рассказывал. Но проблема в том, что наконечники, то есть гранаты на этих приводах, они другой формы. И мы пытались их ночью ставить. Вот, а теперь у меня еще есть дополнительная проблема, которую нужно решить с мотором. Какая? Слава Богу, ни... А, а я вам покажу человека, у которого это случилось. Да. Вы не поверите, но это снова случилось. Шатун развалился просто напополам. У Федя Воробьева в тренировке. Он залил всю трассу маслом. Сейчас тут восстанавливают джигу. Пойдемте спросим у Федора, восстановят или нет. Федя? Да. Что происходит? Происходит что-то страшное. Что произошло? Развалился напополам шатун? Мы потеряли мотор. Да. К сожалению. В результате того, что шатун просто прям вот лопнул пополам. Пойдем посмотрим. Вот отсюда можем посмотреть. Видишь? Видно? Видно в этот пол. Видно? А вот кусочек Глока. До шатуна мы сейчас скоро доберемся. И всем его обязательно покажем. Ну а пока что идет? Видишь, работа по извлечению двигателя. Из непосредственного своего места базирования. Сейчас посмотрим, что с головой. Столько внимания требует к себе? Мне кажется, у тебя жена столько внимания к себе не требует, сколько машина. Слушай, ну на самом деле, как практика-то показывает, у всех есть вот эти самые, всякие технические неполадки. О, просто, ну кто-то их там совсем втихую делает, да, и никому об этом не рассказывает. Ну а мы как бы показываем, с чем сталкиваемся, как бы с реальными проблемами, ни от кого ни от чего не утаиваем. Так что, ну, как есть. Самому лучшему комментатору блога РДС изнутри, который не напишет гадость про меня. Точно, вы смотрите там, не хулиганте. Вот, мы подарим вот этот кусочек блока с Жиги. Федя здесь что-нибудь придумает. Положи в карман, чтобы все знали, что это есть. Мы разыграем, будьте подписаны на наш канал, на канал Федора Воробьева заодно. И мы разыграем среди вас этот кусочек блока. А я здесь еще обязательно оставлю автограф и напишу, что это. Обязательно. Все прекрасно, классно. Сделаем так. Федя, удачи. Держись, не кисни, не расстраивайся. Максим Репьев, кстати, решил вот прям практически под конец сезона обновить Ливрею. И очень здорово получилось, на мой взгляд. Эти пальмы. Говорят о том, что он из Краснодарского края. Из Сочи. Из Сочи. Занимаемся мы курортной. Да это все смогли уже прочитать. Не только в Сочи, а вообще в мире. Что? Что-то у тебя не заладилось, да? Что не заладилось? Или все заладилось? Заладилось? Да. Все, мы все классно вообще потренировались. Вот, пожалуйста. В машине же видно, что заладилось, а у кого нет. Да. Ну, нормально, да. Это первый проезд, да? Это прогрев. Да, этот прогретый лежат завтра. То есть ты прогреваешь, как бы меняешь комплект. Прогреваешь и меняешь комплект. Не пойму, что за херня, я никак не могу на старт выехать. Короче, это такая, знаете, есть такая штука, лимб называется. Да, когда ты в нем залипаешь. Лимб? Нет, ну фирм до вот это вообще отдельно. Она что, про кинематограф, что ли, бложик? Второй раз только про дюну закончила разговаривать. Дюна это группа уже нормальная. Если было море пивом, я б дельфинов стал красивым. Если было море водки, стал бы я подводной лодкой. Смотрите, человек-то в теме дюны оказывается. А я тут торможу. Так, в РДС изнутри. Здесь у нас Тимофей Александрович что-то тут выдумал. Что удумал? Я удумал сделать свежую расклейку, починить чуть-чуть машину. И хочу поехать поучаствовать в Минске в ЕДЦ на следующей неделе. И буду стартовать прямо отсюда. И поэтому решил чуть-чуть потренироваться. Прямо отсюда, вот прямо сейчас, да? Ну вот закончится этап, мы грузимся и едем в Минск. Какой у тебя шлем красивый? Где? На голове. Это у меня супер шапка и теплая РДС. Это рекламирую. Рекламирую, да. А то у монахов, говорит, не продается. Наоборот. Они кончились почти все, поэтому... Но кто-то может еще успеть. В общем, мы готовимся к другой гонке, не к нашей. Но так как есть возможность потренироваться, никому не мешая спокойненько, вот, решил чуть-чуть покататься. Добровольский тоже готовится? Добровольский тоже готовится. Мы едем я, Добровольский и Боря Абрамов в команде Star Per Stars. Аааа, вот оно вам! Вот такой вот у нас. Так, пойдем-ка про дрифт-такси расскажешь. Что там у нас тоже что-то изменилось у нас с дрифт-такси? Давай мне камеру. Давай. О, давайте. Сейчас, значит, у нас будет мастер-класс от Тимона по плавной съемке на маленькую камеру. Короче, это очень красивый дрифт-такси 33-й Лавр. И он здесь на самом деле выполняет функцию запасного автомобиля. Потому что, потому что у нас 4 машины, 3 основных и запасной Лавр. А где ты его взял? Я его сделал, купил зимой. Ну, кто знает, кто подписан на мой канал, тот видел постройку этого Лавра. Вот. Он такой, в принципе, достаточно прикольный. Вдохновил меня на постройку этого Лавра Сергей Стилов. Признаюсь честно. Но его уже можно произносить на нашем канале. Потому что он официально пилот российской дрифт-серии Запада. Да. Он накатается в Западе. Нормально все у него по жизни. И вот такую мы сделали Лавра. И, кстати, если честно, из всех 4 машин мне больше всех нравится, как едет Лавр. Мне тоже теперь нравится он. Не, он именно рулится здорово. Он как Сильвия. То есть у Сильвии и у Лавра одинаковая база. Шишечки. В общем, вот такой вот у нас миленький Лавр. Тоже четырехместный. Все как полагается. В Сочи повезем его? А? В Сочи повезем его? В Сочи повезем. Мы в Сочи везем все. Так, короче, у нас тут Брищенко намечается. Смотрите, все сидят. Очень необычная схема. Все разбились на четверки. То есть обычно все сидят в ширину вот так вот. А в этот раз все сидят в длину. Судьи вон сидят. Убрали ноу-гоу-зоны зачем? Я не понимаю, зачем. Я даже не знаю, чего они убрали. Это единственное, что вообще хорошего и доброго есть в судейском задании. Это ноу-гоу-зоны. Они их убрали. И что будет дальше, я не знаю. И ретардеру брать. И ретардеру брать. Ну что ж, у нас заканчивается квалификация. Я включился только сейчас. Вот у нас идет последняя группа. И в последней группе, хочу вам сказать, такая сейчас была борьба. Но Джек Шенахан пока первое место. Здесь у нас сидят грустные участники. Грустный Ванька. Грустный Федя. Ну что? Партнеров надо подписать. Понимаешь, работают над этой самой спегмативной схемой. Знаешь кто? Испанцы. Испанцы? Френки, да. Мне кажется, это китайцы. Мне кажется, что ты хороший человек. Ну это то есть сто процентов так и есть. Ты как-то связан с группировкой ПВД. Сто процентов что ли? Короче, дубак, ребятки, честно говоря, адский. Но мы почти расставили парад. У меня в этот раз такая схема. Буквы Ви. Вот решил я так сделать. Очень-очень счастливый. Поздравляю. Спасибо. Твоя английская очень хорошая. Моя английская лучшая лучшая. Давай, ребята. Джеки затащил квалу, с чем его поздравляем. Джеймс почти затащил, но стал третьим. Что тоже неплохо. Вот. Ну и в целом, в общем-то, все складывается хорошо. Вот. Скажем это так. К сожалению, к сожалению, у нас команда Бивай Моторспорт. Почти вся, кроме только единственный Сергей Сак прошел. Кстати, почему-то нет его на параде здесь. По какой-то причине что-то у них случилось. Поломались все машины. Стюардессы обновились. Новые. Надо было два таких, кстати, белые, хорошо подходят. Надо второе пальтишко такое же. И будет прямо зимний вариант. В общем, все, ребятки. Заканчивается парад. Единственный косяк, что солнце светит с той стороны. И поэтому вот такая картинка немножко, к сожалению, не сочная. Потому что контр-цвет. Вот Джеки, победитель квалификации. И осталось совсем чуть-чуть. Итак, у нас началась топ-32. Что такое? Стойкая сломалась. Стойкая? Короче, Никитос накопал червей. Поломал вон юбку. Безотходное производство. Шиков с одной стороны накопал червей. С другой стороны у него вытекла стойка. И вот мы, как бы, немножко волос. Уже траву. Ручки, ножки и хвост. Вот такая вот композиция. Короче, ребятки, у нас тут такое ПВГ. Лосев ехал с Веня Дежицем. И, короче, вылетел с 7,4 колесами. Просто пипец. Ему за минуту меняют шины местами. Как видим, едет на Хелесе. Но ситуация, как бы, не так себе. Ситуация так себе. Двенадцать. 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 Успелись, Вариков. Так. Двенадцать. Ровной секунды вперед. Успел. Стой. Не поднимайте, кто поднимает. Стоп-стоп. Стоп. -, стоп. на рискнуть и попробовать жизнь это нынче дорого у нас уже вечереет и у нас осталось это была последняя пара осталось вам это но сергей сак получил просто адских подсраку просто нереально полный поджопник срезала всю жопу и мы сейчас ждем его машину чтобы на нее поглядеть это просто просто расскажи это у тебя в вентилятор такой был откуда ты его вынул что-то него перчатки на спине у меня оказаться чуть-чуть жопе не оказался но доброта братан я тебе так скажу твои глаза ты ты посмотри повтор твои глаза ручки когда тебе дали поджопу ты сразу дальше вот так вот это все дергать вот такие глаза ты надо посмотреть на повтор это просто оба сака оба сако скоро будет словарь чисто такой знаешь не русского языка сак язык очень короче ладно все это красава на самом деле ехал четко все но вот вот тебе один круг но схватают и и валеновой вуаля и прямо из разбитой задней части автомобиля для сергея сака мы начинаем прощаться с вами до начинаем заканчивать короче это был первая часть вы не забывайте что только 1 на закончился топ-32 сейчас вечереет мы пойдем отдыхать и вы тоже идите отдыхать ну и смотрите следующую часть потому что там будет топ-16 будет мясом мясной от топ-16 до финалов нас топ-16 уже ждет аркадий цареграцев и джеймс дин мне кажется это будет заезд за чемпионство поэтому друзья это был рдс изнутри мы ждем вас здесь если вдруг вы хотите и успеете если нет то на финале в сочи обязательно но пока мы заканчиваем этот день всем пока до скорых строка пока пока